Легенды Крыма. Выпуск 1. Письмо Магомету. Кошская легенда. Татары говорят. Мир людей – точильное колесо. Оно выгодно тому, кто умеет им править. Фатиме, жена облегани, варила подразвесистый орешеный сладкий бетмес из виноградных выжимок и думала о горькую дому. Три года не прошло, как праздновали Ятой Дугун. Первой красавице деревене. Как персик, который начинает поспевать, она выходила замуж за первого богача в долине. Свадебный мугудек, обвитый дорогими тканями и шитыми золотыми юзбезами, окружало более ста всадников. Горские скаконы в шелковых лентах и цветных платках обгоняли джигитовки один другого. Думбала била целую неделю, и челгиджи не жалели своей груди. Завидовали все Фатиме. Завидовала в особенности одна с черными глазами и сглазила ее. Как только вышла Фатиме замуж, так и пришла болезнь. Звали хорошего Экима лечить. Звали ему луч и тать не помогло. Возили на Святую Гору в Кородак. Давали порошки от камня с могилы. Хуже стало. Высохла Фатиме. Стала похожа на сухую тарань. Перестал любить ее облиганий. Сердится, что больная у нее жена. Говорит, как сдавить вино в тарапан, возьмет в дом другую жену. Отчего так думала Фатиме? Отчего у греков, когда есть одна жена, нельзя взять другую? У татар можно. Отчего у одних людей один закон, у других другой? Ой, плакала Фатиме. Скоро привезут из сада последний виноград. Скоро придет в дом другая с черными глазами. Ее ласкать будет облиганий. Она будет хозяйкой в доме. Обидит, насмеется над бедной и больной Фатиме. В чулан ее прогонит. Нет, решила Фатиме. Не будет того. Лучше жить не буду. Лучше в колодец брошусь. Решила и ночью убежала к колодцу, чтобы утопиться. Нагнулась над водой и видит Азраила. Погрозил ей Азраил пальцем. Взмахнул крылами, как нежный голос коснулся ее сердца и унесся к небу на юг. Схватились старухи, что нет дома Фатиме. Бросились искать ее и нашли на земле у колодца. А в руках у нее было перо от крыла. Белее Лебединого. Умирала Фатиме, но успела сказать, что случилось с нею. Собрались косвские женщины, всю ночь говорили, спорились, ссорились, жалели Фатиме. Думали, что и с ними может тоже случиться. И вот нашлась одна дочь ФНД, которая знала письмо. Ученая была. Скажи, спрашивали ее, где написано, чтобы когда жена больная, больной старый, сгинет, муж брал новую в дом. Где написано? Захотели, написали, отвечала дочь Финди. Мало ли чего можно написать. Вот ты знаешь письмо. Напиши так, чтобы муж другую жену не брал, когда в доме есть одна. Кому написать, возражала Зейнеп. По дешаху посмеется только. У самого тысячи жен даже больше. Задумались женщины. Но нашлась, которая догадалась. Кто оставил Фатиме Перо? Ангел. Значит, пиши пророку. Хорошо только пиши. Все будут согласны. Кто захочет, чтобы муж взял молодую хоры, когда сама старой станешь? Пиши. Все руку дадим. А пошлем как? С птицей пошлем. Птица к небу летит, письмо отнесет. Отцу нужно сказать, сказала Зейнеп. Дура Зейнеп. Отцу скажешь, что дело испортишь. Другое письмо напишешь, напротив напишешь. Уговаривали женщины Зейнеп. Обещали самую лучшую мараму подарить. И уговорили. Села на корточки Зейнеп. Положила на колени бумагу и стала писать белым пером ангела письмо Макомету. Долго писала, хорошо писала, все написала. Замолчали женщины. Пока перо скрипело, только вздыхали по временам. А когда кончили, перо улетело к небу, догонять ангела. Завязала Зейнеп бумагу золотой ниткой, привязала к хвосту белой сороки, которую поймали днем мальчишки, и пустила на волю. Улетела птица. Стали ждать татарки, что будет. Друг другу обещали не говорить мужьям, что сделали, чтобы не засмеяли их. Но одна не выдержала и рассказала мужу. Смеялся муж. Узнали другие. Потешались над бабьей глупостью. Дразнили женщин сорочьим хвостом. А старый козский мула с той же стал с тех пор плевать на женщин. Стыдились женщины. Увидели, что глупость сделали. Старались не вспоминать о письме. Но мужья не забывали. И когда сердились, на утень кричали, пиши письмо на хвосте сороки. Выросла молодежь и тоже за отцами стыдила женщина. Смеялись и внуки. И смеясь не заметили, как не стало ни у кого двух жен. Ни в Казах, ни в Атузах, ни в Таракташ. Может быть, баранина дорогой стала. Может быть, самим мужчинам стыдно стало. Может быть, ответ пророка на письмо пришел. Не знаю. Пояснение к легенде Крыма. Письмо Магомету. Легенду эту сообщил кошкий учитель Мемета Финди. Сумароков полагал, что в деревне Козы есть древняя Козия, быть может, Гозия или Готия. Копцын хотел видеть в этом случае половецкое имя, дошедшее до нас в слове о полку Игореве. Коз означает впадину, лощину между двумя горами. Это одна из горных деревень, где сохранился во всей неприкосновенности древний уклад жизни. Между прочим, и свадебный той дугун. Богатая свадьба – целое событие для жителей долины. Свадебный пир продолжается неделю и больше. Невесту везут накрытые коврами и разукрашенные мажари повозки. Мугудек в сопровождении конных джигитов и всего населения деревней. Причем джигиты получают подарки шитые золотом и шелками платки и полотенца. Юсбезы. При свадебном кортеже идут музыканты. Челгиджи. Тарапань, составленный из каменных плит, ящик, в котором татары давят ногами вино. Тарань. Рыба из породы карповых, популярное блюдо на юге. Лечение порошком от марамара, взятого с христианской могилы, применяется при лихорадках, горячке и истощающих болезнях. На Карадаге был по преданию похоронен святой человек Кемальбабай. Татары рассказывают, что за несколько дней до смерти Азиза он сказал, чтобы его похоронили там, где упадет его палка. Брошенная им за этим палка полетела на гору, упал в ручье, где и был похоронен Азиз, и куда-то перестекаются больные из разных местностей Крыма в надежде на исцеление. Многоженство допускается религии Магомета, у которого была 21 жена. Однако в стихе 3 главы 4 Корана сказано «Если боитесь быть несправедливыми, не женитесь более, как на трех или четырех женщинах. Если же все-таки убоитесь этого, то берите одну же жену или невольницу. Ныне у крымских татар многоженство встречается лишь как исключение. Азраиль Ангел Смерти один из двух особенно чтимых из бесчисленного сонма ангелов. По доверию Аллаха он истаргает душу из человеческого тела. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова